Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Давненько не было видосов, чисто от меня. Последнее время больше стримил, и мы делали переводы. Вот решил записать для вас видео про биткоин. Ребята, где мы находимся, чего ожидать, и как действовать при любом из сценариев, который сейчас произойдет. Как действовать буду лично я. И самое главное, расскажу, что я уже делаю сейчас на биржах. Поэтому, если вам тоже заходит криптоконтент, и вы тоже интересуетесь данной тематикой, то сразу сходу ставьте лайк, подписку, колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, друзья. У нас с вами уже больше 102 тысяч. Ребята, давайте поднажмем и поехали разбираться. Итак, биткоин у нас с вами. После того, как нарисовал некий такой расширяющийся мегафон паттерн на дневном таймфрейме, начинаем со старших, очень неплохо отбился, посмотрите сами. И все еще есть вариант того, что это парабола. И сейчас как раз многие не верят в рост, уже некоторых ликвиднуло. Кто-то сам продал в убыток, кто-то просто вышел, ждет цен ниже. И фишка в том, что в такой момент в бычьем рынке могут и не дать. На самом деле, сильно ниже. И может быть, все еще может быть, что коррекция уже, ребята, завершена. Тем более после такого сквиза на 30%. Вот, посмотрите сами мы. Мы уже оттестировали 0.618 уровень по Fibonacci. Предыдущий уровень сопротивления, который у нас был вот здесь, стал потенциально поддержкой в этот раз. Ребята, опять же, ничего не гарантировано. Дисклеймер, не финансовый совет. Красный манифлоу все еще. Но, знаете, криптофейс в лонге я тоже. И сейчас объясню, почему. Да, конечно, с другой стороны, ребята, медведи, вы скажете мне, что не, Гриня, это все отскок дохлой кошки, засаживание хомяков. И парабола была вот, и парабола была у нас, и парабола была вот какова, скажете вы. И мы ее уже пробили. В таком случае, да, посмотрите, абсолютно медвежий расклад. Понижающиеся максимумы, да, нисходящее сопротивление. И понижающиеся минимумы тоже. То есть, посмотрите сами, структура, абсолютно медвежий тренд, да, локально. Сетка EMA Ribbon тоже развернута в медвежью сторону. И вообще, все это напоминает отскок дохлой кошки в Death Cross, да. Если вы не видели, Бенджамин Коуэн недавно выпускал видео о том, что у нас с вами был Death Cross по битку, крест смерти. И статистически обычно мы в него часто отскакиваем, вот. Ну, короче, можно считать и так. Так, поэтому, ребята, если вы такой прям медведь, то для вас, я считаю, ультимативный уровень будет вот этот. Если мы сейчас пробьем по битку 69к и закрепимся выше, то я думаю, что этот сценарий с продолжением коррекции хотя бы на время, но отменяется. И вот просто в таком случае высока вероятность того, что биток улетит выше 100 тысяч гораздо быстрее, чем все думают. И где-нибудь в районе 110-120 будем ловить первую остановку, понимаете? Понимаете? Короче, надо думать головой сейчас, потому что если бычий рынок, то вынесут нахрен всех медведей вперед ногами. Теперь опять же, Бенджамин Коуэн привел очень интересный график и наблюдение. Мы его, кстати, у нас в телеге запостили тут же, так что обязательно проверьте, подписаны ли вы к нам в телеграмчик еще. Бенджамин Коуэн показывает, что мы сейчас в сравнении циклов от их минимума до следующего пика, мы примерно в середине пути по дням, которые прошли с того момента, пока мы достигли дна, мы где-то в середине пути. Опять же, ничто не гарантирует нам, что мы найдем пик снова примерно в эти значения 1000-1200 дней. Возможно, он будет раньше, возможно, позже, кто знает. Но сейчас мы видим, что мы плюс-минус там же, где обычно, то есть в середине пути. Да, мы уже выросли, да, мы переписали all-time high, причем вот здесь мы еще не переписывали all-time high. Вот, и у нас вообще сейчас, в принципе, забег очень бодрый, мы переписали all-time high еще до халвинга, то есть, в принципе, все еще можем скорректироваться, но это не отменит общей бычьей картины происходящего. Вот, кстати, если вам нравятся еще переводы зарубежной аналитики, которые мы делаем, то, ребята, у нас скоро будет специальный гость на канале, это Кевин Свенсон. Я думаю, вы все тоже наверняка его знаете и смотрите у нас в переводах или в оригинале. Короче, он обещал прийти, у нас скоро лайвстрим на английском канале, на втором, и потом мы это все переведем на русский, так что ставьте лайк, если вы хотите также зарубежных спикеров видеть у нас. Вот, поэтому что тут скажешь? Сейчас локально все будет зависеть от того, пробьем мы этот уровень или нет, 68, 700, 69к, потому что все еще у медведей есть надежда, на самом деле, на локальную коррекцию. Просто еще раз вам говорю, на бычьем рынке надо не забывать, что он бычий, и слишком долго в шортах не засиживаться, потому что на ваших шортах и полетим. По эфиру здесь немного другая история, посмотрите. По эфиру здесь, я бы сказал, даже совсем другая история. Он гораздо дальше от All Time High, он гораздо более медвежий с этой точки зрения, у него конкретные понижающиеся минимумы, хоть тут, конечно, и… Ну нет, тут нет дивергенции. Есть зеленая точка, есть сильный откуп, да, но в целом я к тому, что эфиру еще, понимаете, отскакивает, ну хотя бы там куда-то вот, да. По идее, да, наоборот, здесь есть простор, то есть он в моменте медвежий по тренду, но тут есть простор еще для отскока даже технического. Даже если мы все еще в медвежке и уйдем ниже, и по битку, и по эфиру, например, что вот до 3000 долларов примерно отскок тут напрашивается, вот к сетке EMA Ribbon хотя бы в золотой карман от последнего падения. Ну и в целом, да, мы видим, что эфир BTC тоже, хоть и медвежий очень, но он уже супер-экстримли оверсолт, он супер-перепроданный, и здесь дикая бычья дивергенция. Вы посмотрите на эфир BTC, дневной таймфрейм на сайфере, видна зеленая точка, на 4-х часовике желтая точка, уже вторая. И я думаю, что эфир BTC нас ждет очень сильный отскок, возможно, после финальной сопли, возможно, сразу. Именно поэтому, друзья, я набираю ланги по эфиру к биткоину. По эфиру к биткоину на бирже Pionex. Если вы смотрели прошлый стрим, вы уже слышали, это замечательная биржа, дает торговать не только к USDT фьючерсы, но также и к биткоину, к эфиру и к Солане. Это вообще полный крышеснос, причем это своего рода такой инверс. Вы можете держать на счету биток, можете эфир, можете Солану, и к ним шортить или ланговать другие альты. Это офигенно тем, что здесь снижается риск волатильности, потому что к доллару, если все упадет или вырастет, то, грубо говоря, к биткоину, друг к другу монеты могут вообще стоять или ходить, но не так сильно. И здесь есть большие плечи, но, естественно, аккуратнее с плечами, не надо брать большие. Меньше плечи, крепче сон, как я сегодня сказал чуваку у нас в чате. Чувак зашел по 36 тысяч в лонг в третьем плече, стоит до сих пор, вот у него возвраты 120%. Прекрасный лонг, что можно только поаплодировать, и меньше плечи, крепче спишь. Вот. Так что да, обязательно подписывайтесь на нас в телеграм-чате, очень уютно, так же, как и в канале. Ссылки все правильные в описании, будьте осторожны, мы никого не скамим, не разводим на бабло, это все с камерой под видом нас, создают каналы, там тоже куча тысяч человек, поэтому не ведитесь, подписывайтесь только на официальный. Питершиф, конечно, да, тот еще диверсификатор, да, золото стоило 1800, когда он говорил, не покупайте биткоин по 69. Сейчас золото стоит 200, ну не, уже, кстати, золото стоит не 200, это устаревшая информация. Уже золото стоит 2400, и тоже, кстати, выглядит по быче, но локально, посмотрите, тоже у него есть тренд понижающихся все еще максимумов. Если мы не перепишем, 2400, 76. Но сейчас речь не об этом шла, а о том, что на бирже Pionix замечательная инверсная торговля, к битку, к эфиру, к солоник, всему чему угодно. Вот, поэтому обязательно зацените, тем более, что сейчас идет супер-спешл-мега-акция. Для тех, кто успеет зарегаться по нашей ссылке в ближайшее время, ребята, раздают по 350 USDT на человека, как с куста. Собственно, KYC1, это просто пишите имя, фамилию, можно, по-моему, даже не свою, но можно и свою, никаких паспортов, ничего не надо, получайте это. Чистый депозит, 500 USDT, получаете еще 100 USDT. И до 200 USDT ручная бот-торговля. Я получил только что 50 USDT, первый чек на ботов. Но это только для тех, кто успеет, для первых 100 успевших. Так что торопитесь, переходите по ссылке, регистрируйтесь. KYC1 уровня, это очень легко, там просто ничего не надо делать, пишите страну, имя и все. И пробуйте вот этих ботов. Я начал уже с первого купона, фьючерс бот, вот фьючерс. Вот, у меня здесь бесплатные 50 USDT, я зарядил их этому боту, эфир BTC Long, в 10-м плече. И вот он уже наколбасил, смотрите, сколько, немного, но полторы тысячи сатоши за меньше, чем за сутки, то есть почти 2%. Вот, при этом я вижу, что реальная прибыль больше, то есть он сейчас, видимо, еще что-то делает сам со своей позиции. Так что зацените ботов, тоже интересная тема, эта биржа специализируется именно на них. Вот, ну а так руками я торгую тоже вот этот инверс. XRP BTC еще открыл позицию, ребят. По Ripple интересно что, смотрите, было сильное движение по Ripple. Мы сходили, да, на 30% наверх к биткоину, это я смотрю Ripple к биткоину. И он вернулся на 0.78 уровень FIBA, посмотрите, он точно здесь постоял, отбился и пошел наверх. Сейчас уперся в 0.61.8, здесь небольшое сопротивление мы видим. Я лонганул по этому поводу Ripple, да, он может сейчас еще сходить вниз, я там его, думаю, докуплю. И я думаю, что это начало следующего большого импульса к биткоину по Ripple, потому что вы видели сами, как он улетел. То есть вот он, альты к биткоину, почему еще нужно торговать, я вам говорю, они откоррелируют. То есть неважно к доллару мы шли вниз или вверх, Ripple к биткоину 30% выдал меньше, чем за 2 часа. Понимаете? То есть это круто. Так что я сейчас потихонечку закидываю сюда средства еще и... Вот, закрываю более-менее профитные трейды, которые у меня сейчас открыты на байбите. Здесь у меня BTC, ETH, в основном и Litecoin. Принесли немного денег. Litecoin я планирую держать дальше, потому что Litecoin, ребята, это Litecoin. Он... Ну, тоже можно часть, конечно, разгрузить, но в целом он супер-мега-перепродан. Надо это понимать, что он летит на трехзначные значения и, возможно, даже на четырехзначные. Поэтому, что я здесь могу разгрузить? Я разгружаю часть эфира и перевожу часть эфира себе на Pionics. Давайте это сделаем. Так, вот я пополнил счет на 0,5 эфира и перевел его на фьючерсный аккаунт. И вот мы видим, что у меня теперь доступно 0,5 эфира для торговли. И я могу торгануть биток к эфиру. Обратите внимание, не эфир к битку, а биток к эфиру. То есть это 23.28 курс. 23 эфира за один биток. Понимаете? И вот он как раз растет, потому что эфир к битку падает. Я могу торгануть Solano к эфиру, которая тоже вообще-то растет. На самом деле, в долгую растет, но в моменте падает. Вот я пока не понимаю. Dogecoin к эфиру. Посмотрите, как неплохо растет. Doge, кстати, накачивают снова, походу, для Pampa. Uniswap к эфириуму. Вот. И, конечно, я сейчас так необдуманно в сделку, наверное, входить не буду. Хотя по Uni, кстати, можно, мне кажется, зайти. Просто супер небольшим объемом, чтобы вам показать. Но вообще вы напишите в комментариях, пожалуйста, внизу, в какую сделку зашли бы вы к эфиру из этих монет, чтобы вы лонганули к эфиру. То есть, что, по вашему мнению, будет стоить больше в эфириумах из этого набора? Я вот смотрю на Uni, кстати. Я смотрю на Uni, и вот, допустим, у меня стоит здесь максимум пятое плечо. На 0.5 эфира мне дадут сколько? Давайте посмотрим. Я всегда смотрю сначала макс, сколько дадут, чтобы быть, если я буду в пятом плече. 1000 юний я возьму в пятом плече. Давайте проверим, где будет цена ликвидации. Просто нажмем Buy Long, выскочит окошко подтверждения. Мы видим, что 1000 юний нам дадут взять в пятом плече на 0.5 эфира, как на 2.5 эфира. То есть, 2 эфира здесь будут не наши, грубо говоря, а займ. И цена ликвидации будет на 20% дешевле, соответственно, в эфирах. Вот мы видим, что 0.0.0.19 эфира. Но такое количество, мне кажется, сейчас брать опасно, потому что может еще дипануть Юнисвап к эфиру легко. Особенно, если эфир сейчас начнет тузамунить. Ну, допустим, взять, я не знаю, там на 300 юни, если взять, цена ликвидации будет далеко. Вот можно начать набирать позицию таким образом. Так, вот я взял 300 юни. Это получается никакое у меня не пятое плечо, а в три раза меньшее плечо до второго. Но я могу добирать еще одну эту позицию. То есть, если я считаю, вот, допустим, я могу вам сами показать. Если что, я просто потом дозакроюсь. То есть, я беру еще 200 контрактов, да, например, по рыночной цене. У меня цена ликвидации уже будет 560 этих, видите, газовых единиц в эфире. То есть, все, вот уже я взял на... Вот теперь понятно, что я взял на 1.2 эфира, с учетом того, что у меня в обеспечении лежит всего 0.5. То есть, это второе с половиной плечо примерно. Вот такой расчет, ребята. И такая торговля долгожданная для меня лично. И я надеюсь, что для вас, моих подписчиков, торговля альтов к альтам. Альткоинов к биткоину, биткоины к эфиру, саланы к эфиру, доджкоины к салане и так далее. Ребята, для меня это лично праздник просто. Тем более, что мы с вами так часто смотрим альты к BTC. Сами знаете. И все, на самом деле, старые OG гуру, типа Тона Вейса и нормальных аналитиков, и кованы тоже смотрят альты к BTC. Поэтому, ребята, офигенная тема, на самом деле. Спасибо бирже Pionex, что дают такие депозитные бонусы вступительные. Торопитесь успеть, ребята, их получить. Просто торопитесь успеть их получить, потому что их скоро не будет. Вот. А я буду дальше потихонечку смотреть, что здесь можно еще закрыть. Пока я думаю, что стою все-таки в отскок. Стою в лонг. По TRDR тоже у нас пока ничего здесь не было. Но единственное, что я его сейчас подкручиваю, по чуть-чуть, по 1-2%. Нахожу идеальное соотношение для этой метрики, для текущей волатильности рынка, чтобы он так много не давал сигналов. Пока у меня это дело в процессе. Напишите, если вы тоже работаете с TRDR, с платным, я имею в виду, получается ли у вас как-то его по-другому настроить. В принципе, да, это все напоминает, конечно, восходящий клин сложным выходом, который, если сейчас пробьется вниз, то цель вниз этого клина, и мы упадем ниже 50 тысяч, ребят. Так что, шортите на здоровье, аккуратно со стопами, чтобы вас не смыло. А в целом мы идем на 120к и выше, не забывайте. Так что, всем профитроли, спасибо, что смотрите, удачи в торговле, и скоро увидимся. Пока-пока-пока.